Один из самых загруженных участков трассы Р-256 от Новоалтайска до Б-Ключей. На выходных здесь проезжает порядка 18 тысяч машин. Все едут в Горный. Место аварийное, поэтому отсюда было решено расширять дорогу до четырех полос, пока на 11-километровом участке. Стоимость работ 3 миллиарда 100 миллионов рублей. В среднем 280 миллионов за километр. Прямая в плане, она как бы дает водителю понимание, что еду по ровной, по хорошей дороге, поэтому чувствую себя комфортно и немножко, так сказать, отдыхаю, расслабляюсь. Поэтому аварии тоже случаются, именно выезд на встречную полосу при обгоне. Две полосы – это классический вариант. Собственно, поэтому вопрос, с какого участка начинать, он даже не обсуждался. Весь поток машин, который следует из Барнаула в Бийск и обратно, теперь будет направлен на объездную дорогу. Она уже почти готова к эксплуатации. Протяженность объездного маршрута 5 километров. Теперь мы будем ездить по этой дороге, уже начиная со следующего месяца и вплоть до осени 2021 года. Тогда же и будет открыта новая четырехполосная дорога. И даже когда там появится четырехполосное движение, здесь добро пропадать не будет. Этот участок дороги будет использоваться для посадки техники МЧС, той же медицинной катастроф. Помимо четырехполосной дороги на этом участке появится площадка для отдыха водителей. На данный момент находимся на площадке отдыха. Здесь она предназначена для автомобилей. Они будут здесь останавливаться, чтобы не занимать на дороге место. Сколько машин примерно может здесь поместить? Ну, наша стоянка 60 на 250 метров. Довольно-таки большая. Автомобилей, ну, где-то 200. То есть, и еще раз уточняем, здесь не будет никаких кафе. То есть, это просто чисто будет как бы стоянка для отдыха? Да, совершенно верно. Это гидромат 3DM. Он будет у нас под всем покрытием и под дорогой, и под площадками везде. Включает в себя, да, вот геотекстиль, пленка, которая спаивается под высокими температурами. То есть, исключает вообще все попадания в влаги, да, и снизу, и сверху. Вот по вот этой решетке проходит, вода будет дренировать и отходить в стороны, отводиться. А сколько лет примерно он может выдержать? Ну, лет 25, я думаю, он выдержит. В прошлом году на Чуйском тракте в регионе произошло 252 аварии. В них погибли 65 человек. 414 получили серьезные травмы. Очевидно, что Чуйский давно требует четырех полос. До 2025 года дорожники должны расширить его на 73 километрах. К слову, протяженность Чуйского тракта в Алтайском крае – 316 километров от Новосибирска до Горного Алтая. Дорожники будут выбирать самые загруженные и аварийные места и расширять дорогу точечно. Например, в Троицком районе на подъеме появится третья полоса для обгона большегрузов. Перед Бийском следующие у нас, то есть от Новоалтайска и Перед Бийском. То есть как бы идем от, так сказать, населенных пунктов к центру. То есть перед населенными пунктами интенсивно всегда больше. Но наша как раз главная задача – начинать расширение до четырех полос. Затяжные подъемы Троицкого района, болотные ландшафты Зонального – все эти природные факторы, говорят, дорожники не мешают работе. Мешают люди, которые игнорируют знаки и не сбавляют скорость в местах ремонта. Случай был. Въехал на трассе, в меня врезался нетрезвый автомобилист. Возможно, в недалеком 2025-м таких лихачей станет меньше, а трасса Р-256 безопасней. Пока же эту трассу в народе называют «дорогой смерти» за тысячи унесенных жизней. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.